Ну а Саша Козьяс узнала о злой шутке бывшего мужа. Абсолютно все до единой девочки после ломного места освобождают всю поляну для парней. Чтобы пригласить сюда 10 стриптизёрш. Ходил всегда на свой день рождения со шлюхами. И сейчас это устроил здесь, уродец. Саша, идём. Всё, успокоимся. Чмо! Тихо, всё. Да я не хочу! Сейчас, успокойся. Знаешь, что мы делаем? Что мы делаем? Мы завтра уезжаем. Девчонки все красивые, в платьях накрашены. И пускай сделают вид, что мы уезжаем. Попросим ведущих сделать вид, что реально, ребят, отдыхайте спокойно. Попросим привезти нам, по нашему количеству, столько же парней накачанных. Тоже, чтобы они были а-ля стриптизёры. И вместе с ними сюда, под шофе, зайдём на минуту через 30-40. Когда здесь уже будет разгар. Настя, ты не понимаешь, не разрешат. Кто не разрешит? Кто не разрешит? Если мы сейчас все бунты здесь устроим, они нас отсюда не выгонят. Понимаешь? Испортим, и всё. Просто придём сюда с мужиками и скажем, Ась, каждый день рождения, я боролась с тем, чтобы не было этих грязных шлюх. И опять грязные шлюхи здесь. Мы сделаем просто это ярче. Сделаем это эффектнее, чем у них. Затмим их, понимаешь? Просто всё, всех поймёшь сразу. Нет, и на завтрашний день, да, а ты свободный мальчик. Смотри, Саша, ну ты не права. Он как бы... В чём проблема? А ты чмой? Знаешь, почему я понимаю? Слышь, ты чмой? Тихо, тихо, не ругай. Каждый божий твой день рождения, твою мать. Я вытаскивала этих грязных шлюх. А ты чмой меня оскал? Каждый день рождения. Ты таскал, и твое день рождения заканчивалось всегда какой-то грязной пигнёй. И опять твое день рождения будет с десятью грязными тварями. А теперь послушай меня. Ты чмой. А теперь послушай меня. Ты чмой. Ты знаешь, что мне не нравится, ты это делаешь. А теперь послушай меня. Теперь послушай меня. Ты меня вчера на стройке перед сорока миллионами выставил, пойми, в каком свете. Не ругай. А чё, что вчера-то? Не извинилась на лобном, как обещала-то, а? Или из-за чего ты думаешь, что у меня игнор сутки к тебе? А? Чё такое? Шикарно проведу твое день рождения. Он меня будет... Буду кричать. Да, Илюша. Ты чё, сука? А я буду кричать. Да, Илюша, давай. Успокойся. Успокойся. А что? Ты чё? А чё? Ты чё? А чё? Я тоже хочу поразвлекаться, чтоб на мне потанцевали. А, то есть на мне будут танцевать, да? Будут. Стриптизёши же приезжают. Будут. Ты знаешь, всё? И я буду, и я хочу красивое тело, что было на мне, а я его трогала. Это провоцирует сейчас. Успокойся. Илья. Да, илья. Илья, прогуляйся. Прогуляйся. Илья, прогуляйся. Да, илья, прогуляйся. Подумкайте. Илья каждый год отмечает свой день рождения в таком стиле. Именно вот так. Серьёзно? А вот в таком стиле, это в каком? А с девушками, с другими. И как ты его отпускала раньше, когда вы были вместе? Я его не отпускала, он просто сам брал и уходил. Илюш, я каждый день открываю в тебе всё разные-разные грани, ты знаешь? Ну, Саша просто очень часто утрирует и очень много говорит тех вещей, которые, в принципе, нету, и за что она просто вот получила ответку за свой длинный язык и неразборчивые мысли. А у тебя нет желания провести свой день рождения со своей женщиной? Зачем? У меня есть, конечно, желания. Я надеюсь, что вы, ведущие, завтра позволите нам, девушкам, хотя бы троих сексапильных мужчин, я хочу тоже развеяться, я устала от этой бытовухи. Извини, завтра не могу, завтра я удовлетворяю просьбы твоего мужа. Саш, не всё одновременно. Дело в том, что, вот видишь, Оль, опять же идёт вот это вот, что-то я сделал. Когда мы говорим о Саше и то, что у неё непристойное поведение, что она некрасиво себя ведёт. Нет, когда мы говорим о Саше, вот эти все вещи, ты сидишь и говоришь, меня всё устраивает и даришь ей цветы. Тут вдруг ты начинаешь говорить о том, что оказывается для тебя это непристойное поведение. Мы же с тобой сидели на днях, разговаривали. Я говорю, Илья, это третья, десятая, пятнадцатая. Ты говоришь, у нас всё хорошо, пускай развлекается. И тут вдруг перед днём рождения ты начинаешь высказывать ей все те вот эти пункты, которые тебя якобы не устраивают. Да нет, конечно. А так всегда было. Каждый день рождения мы ругаемся. Илья специально меня провоцирует, чтобы я, например, ну, когда мы жили вместе, да, уезжала домой. Чтобы я психовала, дралась с ним, и он ещё более свободным едет, да, мы же расстались. Вот. Пусть мальчик развеется. Оля, я только скажу сразу, я Илью предупрежу за свою реакцию и за своё дальнейшее поведение. Ты не отвечаешь. Я не отвечаю. Андрей Черкас. Я думаю, что накипело у Илюши. Мы всё время его мотивируем, что сделай что-нибудь. Я вот с ним разговаривал сейчас перед Ломомом. Он говорит, ну, что мне с ней сделать? Говорит, двинуть ей, что ли? Ну, она ничего меня не понимает, до неё не доходит. Следовательно, он пошёл по-современному. То есть на какие-то действия Гозиус он отвечает своими действиями. Понятное дело, что от этого лучше никому не будет. Потому что я вообще думаю, что завтра ты ворвёшься с шашкой на голову во время этого момента. Если честно. Моя месть будет жёстче. Да. Вот я к этому и веду, что всё равно ты ему опять ответочку на это сделаешь. И что нет. Добрось ты. Я за то, чтобы мальчик отдохнул, вкусил плод нежности, страсти. Ты уже сколько раз его обозвала сегодня, чмо? Я извиняюсь за чмо. Ну, это моё просто мнение. А, ты извиняешься за чмо, но это просто твоё мнение. То есть я чмо. Да? Это моё мнение. Я извиняюсь за чмо. А Елена, с этим его мнением, что я чмо. Я за своё мнение сейчас должна обрадоваться. У нас тема интересного мальчишки. Нет, нет, нет. Не должна обрадоваться. Подожди. Я чмо. Это твоё мнение. Что это будет? Она уже сказала. Нет, я хочу, чтобы она посмотрела на меня и сказала, что это твоё мнение, что я чмо. Посмотри на меня и скажи мне это. Я же сказала, извини меня за моё мнение. А дальше там какие-то комментарии. Илья. Илюш, одиннадцать, девушек. Илья, успокойся. Одиннадцать. Ну, так она считает, что она может с этим поделать. Я просто смотрю, далеко будет падать или нет. Ну, а что ты делаешь? Она за драки загоняет? За драки загоняет, да. Ты мне жену вас делала, спасибо. Но вы можете делать со своей женщиной всё, что вам было на красу улице. Давай. Ну, только пословного, ладно? Хорошо. Хорошо. Ань, ты как без Арсения проведёшь эту ночь? Ну, конечно, нет, тревожно, но я пока что на доверии. Посмотрим, что будет. Это я ничего не повезло просто. Ты доверяешь, да, своему молодому человеку? На данный момент, да. А что будет после дня рождения, мы посмотрим. Я смотрю, сейшельские девушки перекрестились, что их мужчины сейчас на сейшелах. Или, может быть, наоборот, позавидовали тем девушкам, которые приедут завтра развлекать наших парней. Лисова, Настя, ты вот могла бы всех десять заменить, если честно. С твоим-то потенциалом. Не могла бы. Ну, Оль, если честно, вот по ситуации, да, для меня совершенно очевидно то, что Илья приглашает этих девчонок для того, чтобы задеть Сашу, для того, чтобы показать то, что он востребован среди других женщин, то, что он может ускользнуть от неё. Ну, я не знаю, пожалуйста, Илья, наверное, я к тебе могу обратиться. Будь аккуратен, осторожен, потому что, зная характер Саши, возможен настоящий ураган. Ну что же, завтра будет вечеринка. Как пройдёт, я, правда, не знаю. Но надеюсь, что Илюша завтра будет счастлив. И в итоге каждый из вас приобретёт то, что он хочет. А на поляне Саша Гозиас пообещала отомстить бывшему мужу за его желание провести завтрашний день рождения в компании «Стриптизёрш». Ты мне сделал шикарный подарок на своё день рождения. А ты шикарный подарок не сделала? Вот с этим шикарный... Не забудила всё, какую-нибудь ещё оставить. Сделала шикарный мне подарок? Ты хотя бы извинилась, как ты обещала? Я теперь ни перед чем. Извиняться не буду. А почему ты вчера не извинилась? А теперь, впредь, я говорю вообще всё, что я хочу. Ага. Всё. А ты не забудь завтра хорошо повеселиться и оставить какую-нибудь... Обязательно. А может, двух? Обязательно. А может, даже трёх? Обязательно. Давай, малыш. А ты делаешь то, что ты хочешь. Ты и так делала то, что ты хочешь. Не трогай меня. А чё ты мне показываешь? Не трогай меня. А чё ты мне показываешь? Чего там у вас? Ань, Ань, чё ты сделала? Не трогай меня. Нет, тебе... Ну чё меня всё трогать? Ну сам разберусь со своей девушкой. Надо руки поднимать. И палец свой себе в задницу засунь. Ещё раз мне его покажешь, я тебе его в рот запихаю. Илёша, Саша, Саша, Саша. Илёша, всё, не материн. Чё такое? Чё такая крутая-то, а? Чем больше народу, тем круче, да? Лёха. Чё такое? Успокойся. В ассо пришёл. Да чё ты и начинала? Тира. Ты чё? Лёха. Лёха. Смотри, Маша. Мама, ты. Убирай. Я тебя прибил, скотина, поняла? Будет любой шанс, я выцеплю тебя, и ты получишь по своей наглой морде за всё, что ты говоришь. Я тебе обещаю, ты нарвалась, ты задолбала, ты перегнула все нитки, которые только можно, ты всё оборвала. Сука. Ребят, смотрите. Ну как вам он нужен? Он сегодня будет именинник, понимаешь, с короной на голове, всё внимание будет ему, а остальное уже будет... А я вам скажу больше, если это будут стриптизёрши, то стриптизёрши, обычно имениннику дарят подарок. Прилатный танец. Да, 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 я же тебе говорю. Тогда я посоветую нашим ведущим вывести девочек до того, когда я приеду сюда на поляны. Нет, Киса, тут неправильно, девочки ни при чём. В смысле? Ну если он будет позволять себе, девчонок работают всё делать. Мне насрать на это. Девчонки будут делать свою работу. Мне насрать... В смысле свою работу? Ну если им заплатят, они будут танцевать. Им пофигу, какой чей муж. Ну а потом им вырвут волосы, и они поймут, что иногда танцевать лучше не стоит. Нет, Киса, ты тут неправа. Вот если бы твой мужик добровольно позвал этих девчонок, они отключат. Девочки, у меня есть свой план уже. Мы твой план обсуждали всю стройку. Ты, может, поделишься наконец? Нет. Неудобно, и я себя буду дискомфортно чувствовать, если я свою жену, мать своего ребёнка буду выставлять там шейбы. Да. Как ты себя иногда ведёшь. Отсаты выставляешь. Да. Я говорю, зачем? Я терплю, я не выставляю тебя так, я не позволяю тебя обзывать. Ну уже в пике, да, конечно, меня там уже несёт. Но я из раза в раз из-за твоей поступки я бы мог тут орать, он как и Баров. На пустом даже месте. Да. Я же этого не позволяю себе. 100%. Зачем ты так делаешь? Да чё ты, я там все понимаю. Чё все понимают? Чё все понимают, что ты меня унижаешь. А я вхаваю, как дурак просто. Непонятно зачем. И ещё, знаешь, так со временем просто приходят к тому, ради чего я это всё делаю. Да, непонятно. Ради вот этого вот маленького говнистого человечка, который такое творит. Ну есть ребёнок. Чисто так вот предположить, ты можешь проснуться завтра с двумя девушками в кровати? Да всякое бывает, Андрюх. Это жизнь. Это жизнь. Тебе, значит, тёлкам сейчас мозг вынес. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Тихо, пошли. Чё делаешь? Сука, срё. Чё делаешь? Ты чё делаешь? Сука. Чё делаешь? Ты попутал? Чё? А чё ты стоишь слушаешь? А чё я попутал? Подожди. С кем ты собрался проснуться? А чё ты делаешь? С кем ты собрался проснуться? А чё ты делаешь? С кем ты собрался проснуться? А чё ты делаешь? А чё ты делаешь? Ты мне сломала очки. С кем ты собрался? Ты не поднимай на меня руку, или я её на тебя подниму. С кем ты решил проснуться? Пошёл. Понял? Сука. Пошел отсюда. Что сделала? Пошел отсюда. Ты мне сломала очки. Пошел отсюда. Что? Я должен отсюда идти. Стопова. А что ты это все переживала? Бабу. Какую я бабу жду? Даже с двумя. Ты не можешь даже дослушать. Даже с двумя можешь проснуться. Вообще я сказала, что... Даже с двумя? Мы разговариваем о ком... Так о ком себя возомнил, Илюша? А я вообще... Спустись в небес. Ты кем меня выставила? Вообще, подружка? Я говнистый маленький человечек. И зачем ты для меня это все делать? Нет. Отвали. Не отвали, а не поднимай. Не смей поднимать на меня. Отвали. Не смей поднимать на меня руку. Отвали, сказала мне, что было неинтересно говорить. Ну... Иди в жопу. Мне очень радостно, конечно. В жопу иди. Очки, во-первых, сделаешь мне, а во-вторых... В жопу иди. Будет твоя шлюха тебе очками. Хорошо, она сделает мне моя шлюха. А будешь поднимать на меня руку, будешь получать в ответку. В жопу иди. Я тебя предупредил. Урод, иди в жопу. Уродится ты. Он тебя опять ударил? Нет. А чего ты плачешь? Чего такое? За эту ситуацию или наговорил опять чего? За эту ситуацию. Ну а чего тут, Эль? Ты расслабилась, смотри. Ты же никогда не расслабляешься. В чем я расслабилась? Ну ты же не расслабляешься никогда. Чего ты сейчас тоже такой... Я... Сильная девчонка уже, смотри, сколько всего было. А я там еще просто везю. Каким образом? Это мой план. А? Это мой план. Домой? Нет. Я говорю, это мой план. Я его озвучивать не буду. Просто там еще. Ну а чего? На чем остановились-то, я не могу понять. Садись, Пторь. На том, что он может влюбиться. А он сказал так? Да. Я подслушала их разговор. Вот. И вообще, ему что-то задает вопрос, типа, а может быть такой вариант, что ты с двумя проснешься? А он? Он говорит, может. Саша решила, что вмешиваться не будет, но жестоко отомстит бывшему мужу. Илье Короткову сегодня 32. И он, как настоящий мужчина, пригласил 10 телочек на свой день рождения. Чему несказанно рада его жена. А вот как она отреагировала на эту ситуацию, нам поможет рассказать Ольга Божева. Нет, ну как? Надо было понять, что месть будет страшна. Поэтому, я не знаю, Илюш, у тебя есть, на самом деле, еще время, чтобы передумать. Почему? Почему передумать? Не-не-нет, я просто спрашиваю. Нет, все нормально. Хорошо, Саша. Очевидно, что он все это делает в отместку тебе. Очевидно, что ему просто, как мужчине, хочется, чтобы ты проявила свою нежность, свою любовь. Чтобы ты, наконец-то, в глазах коллектива сказал, как мужчина тебе дорог, как он тебе нужен. И, на самом деле, сейчас еще все в твоих руках. Ты же делаешь вид, что он вообще последний человек в твоей жизни. Что тебе на него наплевать. При всем при этом показывая всем, что все-таки не наплевать. То есть ты ревнуешь, переживаешь, собираешься мстить. Вы в какую игру играете? Вы кому пытаетесь сделать плохо? Я не могу понять. Оля, я не собираюсь извиняться за чьи-то домыслы, за чьи-то высказывания. Я считаю, что если я где-то позволила себе что-то сказать на Илью, это было оправданно и обоснованно. Если Илья такая тряпкая и сразу идет и плачется, утрируя все ситуации, это лишь его проблема. А где он плакался? Везде он плачется, какая я плохая. Геям я его не выставляла. А, Илья, так ты еще и плакса. Ты гей, плакса, чмошник. Кто еще? Гея, чмошник. А самое интересное на все это... В свой день рождения приятно слышать такие слова, да? Вообще, вот такие. Спасибо за поздравления, Александра. А самое интересное тогда, отчего же ты так переживаешь и подслушиваешь наши разговоры? Тебе даже ревновать-то не к чему тогда. Я же гей, плакса, чмошник. Заметь, сейчас я этих слов не говорила. Это сказали, опять-таки же, люди. Люди. Перевернув так, что я сейчас сказала эти слова. Что ты гей, тряпка и кто-то еще. Это ты говоришь. А? Это ты говоришь. Ты таинственная все это говорила, Саша. Короче, что вам надо от меня? Узнать, геен или нет? У парня вечеринка, все хорошо, в чем проблема? Я не понимаю, какие ко мне предназначения. Кисуль, если нет проблем, если все хорошо, если тебя это устраивает, если потом ты не будешь кусать локтем, мстить, пожалуйста. Но я же вижу, какая разница устраивает меня это или нет? А, дело сделано. То есть можешь все изменить. Давайте дальше. То есть ты хочешь прямо до последнего, да? Нет, посмотрим. А почему я должна... Я сейчас смотрю на себя, ты это все говоришь, есть такую боль. Тебе так неестественно сейчас выглядишь. Тебе совершенно не хочется все это говорить. Ты так искусственно сейчас, что я просто не понимаю. У тебя сейчас слезы в глазах. А ты даже не попыталась. Это слезы, потому что не будет в городских мужиков. Ты сегодня сказала, что я тебя сломаю, ты будешь ныть у меня в ногах. Это вот к чему было сказано? Неужели вот в этом счастье? Видеть, как твой мужчина у тебя ноет в ногах. А счастье в том, что мужчина очередной свой день рождения зовет шлюх каких-то непонятных и выкидывает меня за ворота и остальных девчонок, которым тоже это не нравится. Проще своих оставить. Вот это вот... Это правильно? Правильно, наверное, было бы, если человек меня куда-то пригласил. Мы бы вместе время провели, как я ему и предлагала. Правильно можно? Да, Андрей. Я согласен. Это было бы неправильно в том случае, если бы ты каждый день ухаживал за своим мужчиной, говорил, какой он красивый, какой он сексуальный, как он хорош в постели. Когда мужчина каждый день слышит, что он не пойми кто, еще... Да, даже не кто, а что. Когда он слышит каждый день оскорбления, когда он действительно слышит, что он ничтожество, и ты очень часто говорил о том, что он никому не нужен, любому мужчине хочется доказать в первую очередь самому себе, что он нужен, что это неправильно. Потому что очень тяжело выслушивать мне даже со стороны, я слышу, как ты его оскорбляешь. Ну, это железное терпение у человека. И поэтому, я считаю, сейчас эта ситуация, ты сама ее довела до этого. Человек хочет отчасти показать тебе, что те слова, которые ты говоришь, он очень правильно сказал. Если тебе так... Он такой плохой, и тебе так наплевать, что ты сейчас подслушиваешь, плачешь, сидишь. То есть от счастья. Мы видим, что не от счастья. Вот как раз и посмотри, к чему приводят оскорбления необоснованные своего мужчины. А это поможет Саше понять что-то вообще? Я надеюсь, что да. То есть я все-таки надеюсь. Мы не знаем, что будет на этой вечеринке. То есть мы не знаем, какой будет конец из всего этого. Потому что Илья мне по секрету сегодня сказал, когда мы с ним разговаривали, но оказалось, это не совсем секрет. Гозья стояла там за дверью и слушала этот секрет. Что жизнь, она многогранна и непредсказуема, и что вполне вероятно, что он может оказаться в постели с другими женщинами. Ну, а потом мы говорим, не чмо, это нормальный мужчина. Чмо. Конченное. Просто перестань провоцировать его, Саша. Конченное чмо изменяло мне беременной, изменяло мне, когда я пришла с роддома, и опять изменяет. И будет это продолжаться. Он тебя изменял как бы беременна? Только теперь я тоже хочу. То есть я тоже себе с завтрашнего дня позволяю все абсолютно. Нет, подождите, ребят, вы можете позволять себе все, что угодно. Просто мы до сегодняшнего момента обсуждали вас в контексте семьи. А когда вы уже таким образом друг с другом общаетесь, когда ты реально, не в шутку, не на эмоциях, а реально оскорбляешь своего мужчину, а почему я должна его не оскорблять? Я должна похлопать в ладоши и сказать, какой ты браун, мужчина, настоящий. Если тебе был не бред, ты можешь... Вот подожди, можно вопрос? Илья, можешь ты задать вопрос? Только я тебе прошу ответить искренне, вот честно. Если бы, Саша... Да, я могу тебе ответить самую. Сейчас, или до лобного, или нашла бы время в течение дня, подошла бы к тебе, обняла тебя, искренне, сказала, Илюх, прости меня за все. Я очень тебя прошу, я хочу с тобой сегодняшний день провести вместе. Я тебя люблю, я тебя поздравляю. Хватит мне мстить, отмени эту вечеринку, давай будем вместе. Вот если бы было это сказано, ты бы все равно устраивал это мероприятие? Да нет, конечно. Вот, я до последнего ждал. Вот, пожалуйста, ответ на все вопрос. И как бы очень долго ждал ее извинения, как она пообещала. Ольге Васильевне, она сказала, что она придет на лобное за свои глупые шутки извиниться. Я даже не напоминала специально, она этого не сделала. Она до сих пор этого не сделала. И самое обидное то, что она до сих пор считает, что она права. Ты посмотри, она сидит и просто, а что, он чмо. Ну, раз я чмо, тогда, Сашенька, иди развлекайся, гуляй. А я буду гулять сам, по себе, тогда. Я мужчина, в конце концов, и задолбала. Я из-за тебя прошел столько за эти полтора месяца унижений. Весь коллектив меня считал. Ты мужчина? После таких поступков ты чмо? Мои поступки говорили о том, что я люблю тебя. Да, брата, разрешай. Где твоя любовь, тварь? Ты сюда пришел, я буду ее добиваться. Где, сука, ты что-то сделал? Ты чмошник, где ты что сделал? Ты чмошник, где ты что сделал? Затни рот, пожалуйста, я сейчас подойду. 24 гвоздики подарил, где ты что сделал? Сиди, сиди, у тебя день рождения. День рождения, ты че? Все нормально, успокойся. Нет, ребят, ну вы же понимаете, секундочку, подождите, вы же понимаете, что все эти эмоции, весь этот мат. Вы же видите, что Гозис все это не нравится. Она бы рада подойти к нему и обнять его, ну, как мне кажется. Но это же гордость. Каждый из них имел возможность сегодня все это остановить. Но ни один этого не сделал. Поэтому мы ждем все этого мероприятия. Сразу после лобного места. А пока переходим на Сейшелы. Еще не прилетел Вассо. А Илья Коротков, думая, что все девушки проекта уехали в городские квартиры, вместе с остальными парнями встречает гостей, приехавших на его день рождения. О-о-о! О-о-о! Вообще просто! Очень, даже очень. Эй, девчонки! Всем привет! Привет! Вот ваш предмет обожать. Вы представляете, мы наконец-то на обиде тяжелой. Это тот, к кому вы пришли, это Илья. Это конец. С вас в банке, да? Нет, мы не сомневаемся. Вы же пришли, Илья, на директор. Поздравить, Илью. Вы можете поцеловать, поздравить, Илья. Как-то вы неправильно вписали. Мы хотели бы совместно, просто не то, что именно я однажды, а там, да, пришла. Мы совместно коллективом пришли сюда для того, чтобы совместно похлопать ладоши и сказать «С днём рождения!» Давайте, 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 с днём рожденья! С днём рожденья! Ура! Давайте, всё, пока, короче. Ну, всё, что, пойдёмте, 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 все девчонок, не долго. Заходите. А то пока потом. Так, Латон, не надо никуда смотреть. А, ты считаешь, что ты устал, что ли, потом? Я же двое специально устал. Да, ну что ты! Так, где палки для селфи? Давайте, сейчас нащёлкаем, чтобы. Я смотрю, девушка жёлтая, так уверен, что чувствует. А мы, ты всё, как говорили. А, ну, ты всё, как говорили. А, ну, знаешь, я как чувствую, как будто рождень. На самом деле, я сегодня Сашу не хотела поддерживать. Тянула руку, хотела высказаться, чтобы она простила в итоге своего мужа. Потому что она приняла его, но не простила. И оттуда все оскорбления, унижения публичные. Она его не ценит, не любит. И, а Илья нашёл лазейку тоже к ней. Она очень ревностно относится к другим женщинам. И этим тоже пытается манипулировать. Не знаю, к чему это приведёт, но, не знаю. Либо она его прощает, из-за она они всё начинают, либо расходит. Мне кажется, это единственный вариант. За свои 32 года я сегодня получил 32 оскорбления наломного. Это кошмар. Какими словами она его только не называла. И то, и такой, и сякой, и пятая, и десятая. Мужика в 32 года отца своего ребёнка. Что? Не хочешь, не будь. Не нравится, уходи от него. Я думаю, за периметром бы и половину этих слов не сказал. Потому что сразу же схватила бы оплеуху от него. Я желаю тебе мужского счастья. Спасибо. Я говорила. Спасибо, спасибо. От души. Неопределившаяся. Желаю финансового благополучия и всего самого-самого счастливого. Спасибо. Моя? Я желаю гармонии. Радости. Моя. Удачи в любви и в сексе. Видно, что да, не хватает. Любви и в качестве. Нормально, нормально. Я желаю тебе крепкого здоровья. Удачи в жизни во всех твоих начинаниях и любви. Спасибо. И девушку, которую полюбил вас, он. Терпение. Терпение. С днём рождения, Илюха! С днём рождения! Давай, давай, давай. На меня можно идти. Иди на личную. Давай. Я лично хочу подойти. Илюха. Илюха, не знаешь, что такое жасткая ласка. Грозия специально убивает его, уничтожает. Всё. Кто-нибудь может просто подойти обнять его, показать ему, что такое есть женская ласка? Подождите. Смотрите, ну как, девушка, которая похожа на твою бывшую девушку. Давайте, девочки, давайте все вместе подойдём его обнимем. Я думаю, ему будет приятно. Давайте соберёмся. Идите все ко мне, пожалуйста, девочки. Ой, у меня столько женской теплоты. Давайте все окружим его заботой, теплотой, лаской, любовью, хотя бы в эти минуты. Давайте вокруг. Обнимите его так, как будто это самый дорогой мужчина в вашей жизни. Раз, два, три. Ты какой счастливый. И вот сейчас каждая сидит, девочка, и думает, слабо бы то не было. Ты понимаете, как Саша сейчас? Пойдём покажем девушке, которая похожа на твою бывшую девушку, твою спальню. Мою спальню? Ну ты же, ну а что тут такого? Она просто хочет увидеть телепроект. Пойдём, пойдём. Идите. Пойдёмте. Покажите. Пойдёмте, я вам покажу. Ты смотри! Ты смотри! Да смотри, что там будет. Нет, ты же сказала. Я же сказала, вы... Настя, Настя, Сашенька, иди посмотри, что будет, может ничего не будет. Саш, может ничего? Саш, всё. Куда он её совёл? Саша, иди досмотри спокойно, может ничего не будет. Успокойся, пожалуйста. Всё, Саша, я тебе сказала, ты туда не пойдёшь. Малыш, не надо. Бардак, правда? Да ничего страшного. Это исправимо. Согласен. Сегодня дрались тут, как обычно. По поводу? А, у нас драки всегда по поводу и без поводов. Ну, а на данный момент, на сегодня, что за повод был? Ну, то, что я в свой день рождения выгоняю всех девушек с проекта и привели вас. Дорогие мои, сегодня у нашего рака 32 года. И он, измученный, это невыносимый гозиас, уже совсем практически забыл, что такое секс. Забыл практически... Лежи. Забыл практически все позы, которые можно использовать в этом замечательном занятии. Поэтому я хотел бы, чтобы вы показали одну из поз Камасутры. Раздеваться не надо, это просто как некий небольшой перформанс. И, конечно же, мы начнём с самой красивой, самой сексуальной девушки в жёлтом. Аплодисменты. Любую позу из Камасутры. Это серьёзно. Мне какое положение? Ну, в принципе, ты можешь оставаться так, как ты лежишь. Ух ты, классно. Ух ты. Паровозик. Эта поза называется паровозик. Мне вот так, наверное, надо, да? Мы в купе. Мы в купе. Отличная поза. Есть поза номер один, мы в купе. Спасибо. Следующая. Следующая. Или ты уже не хочешь вставать? Да почему бы и нет. Останешь? Останусь. Ещё что-то показываешь? Да почему бы и нет. Хорошо, давайте так, давайте усложним задачу. А если это очень маленькое-маленькое купе? Тесное-тесное. Тесное-притесное. Тесное-тесное. Тесное-тесное. Очень тесное. Какая у тебя есть идея? И какая у тебя есть идея? Тесное-притесное. Илюш, ты покажи идею в тесном-притесном купе. Очень интересно. Очень-очень. А где музыка? Можно музыку науком? Нет. В музычку проще сексом заработать. Да, в музыке. Можно в любой. Жёсткий секс. Жёсткий секс. Давай, давай, следующий. Е-майл. Давай. Давай, садись. Давай, сядь. Сядь, пацаны, сядь. Сядь. Получим. Давай. Давай, сядь. Сейчас. Давай. Можно вдвоём? Можно вдвоём? Давайте вдвоём? Мой друг, ты можешь куда опоздать. Не сомневайся, просто слушай. Так, следующая. Да! Шаски и секс! Давай, давай! Да давайте импровизируйте, да и все. Че вы там? Шаска, думай о месте лучше. Думай о месте, малыш. Следующая. Давай. Давай, давай. Вот еще. По двое пошли. Вот это да! Это любимая поза Ильи. Следующий. Кто еще? Давай, красавица. Давай, моя сладкая. Не стесняйся. Давай. Давай скорее. Че делаем? Будем так. Нет, так-то не получится. Давай все так. Мама! 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 Тут стремно. Меня Сашка. Саша, ты горжусь, малыш. Мы с тобой все. Ну а что, давай, 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 давай. Молодцы! Аплодисменты! К сожалению, девочки, вы забыли самое главное, что у именинника знак зодиака рак. И вы не использовали эту позу. Ну как же вы не использовали этого рака, а? Итак... Слушай, мне даже кто-то денег оставил! Ого! Он даже зарабатывает, а? Итак, скажи, Илюх, вот очень важный момент. Кто из них был лучше всех? От кого исходила эта жёлтая энергия секса? Можно я это скажу в конце вечера? Светочка, вот вы пришли в сопровождение, у вас пришли девять девчат. Иди сюда! Вот я хотел бы спросить... Иди сюда, ко мне Илья, иди сюда! Я хотел бы напомнить, во-первых, что у Ильи сегодня день рождения. Ему сегодня там, ну неважно, энное количество лет. Его женщина, которая с ним здесь, делает ему мозги, унижает его, обижает его, оскорбляет. Скажите, пожалуйста, можете вы в лице всех женщин пришедших, вообще всех женщин этой страны, поцеловать Илюху? Потому что он, мне кажется, этого заслуживает. Я согласен. Сделать подарок такой, на день рождения. И если ты сейчас, тряпка, будешь отворачиваться и сопротивляться, уважение не мое, не чуйское, у тебя не будет. Это твой, это твой день рождения. Пожалуйста. Можете вы просто за всех девчат? Это страны? Да! Да! Давай! Горько! 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 Саша! Ты где? Саша! Саша! Саша же отправит уже вот эти фотографии. Ну ты ж ты целовал ее там. Кто же стоит? Гоздиас здесь бежит. Да ладно. Через минуту она сейчас сюда войдет, Гоздиас. Я тебе серьезно говорю. Жара! 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 Она спит за пилой, да? Тихо! Не, она на самом деле! Тихо, тихо! На самом деле! Тихо, тихо! Тихо! Держи! Иди сюда! Иди сюда! Тихо! Иди сюда! Сядь! Иди сюда! Сядь! Сядь! Жесть! Не-не-не! Тихо, Саня! Тихо, тихо! Тихо, Саша! Тихо! Иди сюда! А что такое? Да-да-да, иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Что такое? А что такое? Я же никчемный мужчина! Что такое? Я огонь и поймем! Что такое? А что такое? Все ж хорошо! А что такое? А что такое? Руки убра! За что? Тхай! Нет, слюни! А зачем ты меня царапаешь? Руки убра! А зачем ты меня царапаешь? А зачем ты меня царапаешь? Я ж никчемный мужчина, что ты? Руки убра! Ты прекрасно отдыхала. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Ты чё? Тихо, тихо. Илья. Успокойся, ты чё? Чмо? Здесь текло. Тихо. Иди, зайди. Осторожно, здесь мука. Чё ты хочешь? Дядь, успокойся. Чё ты хочешь, сука? Успокойся. Ну, ну, чё? Всё, идёт, Саш. Чё, сука? Тихо, тихо. Успокойся. Давай, иди сюда. Ты на меня, на меня посты. Выдох, выдох, выдох. Лови, лови. Пусть охладиться. Охладиться пусть. Кидай. Потому что надо, ты чё? У человека истерика. Спокойся. Истерика, пусть охладится. Успокойся. Выдох. Ну, это другой момент уже. Главное, не я сделал. Нет, Саш, тебе надо сейчас успокоиться. Всё, успокойся. Иди сюда. Тебе сейчас реально надо успокоиться. У тебя сейчас нервы? Выдохни. Саш. Я бы один раз её утромил. Она бы валялась на том же день. Дай плед. Дай плед. Иди сюда. Успокойся, Сашка. Гозиас. Всё, выдох. Ну? Выдохни, всё, всё, всё. Приди в себя. Всё, 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 всё. Приди в себя. Всё. Спокойненько. Всё. Спокойненько. Не смотри туда. Пойдём, пойдём. Не смотри. Не надо никому наливать. Всё. Пойдём. Пойдём. Сашка, Сашка, Сашка. Нет. 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 Всё, хватит. Все пришли к выводу, что это у вас ещё будет продолжаться. Допустим, ты когда перейдёшь в мужскую спальню? Сегодня. Сегодня. Пройдёт день-два, она с твоей вещи придёт забирать. И ты пойдёшь за ней опять туда. Для чего ты за ней пойдёшь туда опять? Нет, не пойду, Ольга Васильевна. Хватит. Вот. Сколько времени ты можешь её вот так? Ты просто поставь, скажи, со всё. Ольга Васильевна, я очень люблю этого человека. Вы меня можете понять. Я понимаю. Но ты дождись, когда она теперь, она должна сломить свою гордость. Она сломит свою гордость. И вот она тогда скажет, Илья, всё поняла. Мне неприятно. Мне неприятно то, что я поднял на неё руку, ногу, ещё что-то. И я... Она меня начала бить. Она начала меня обливать. Но она маленькая, крупная. Я говорю, Саш, пожалуйста. Я её раз оттолкнул. Два оттолкнул. Три. Она чуть не избила девочку. Я поцеловал просто человека в губы. Ну, вы сами понимаете, где мы находимся. Андрюша говорит, сможешь? Я говорю, да, смогу. Не из-за того, что я этого хочу. Из-за того, что человек меня изо дня в день унижает. Так вот сколько можно. Я тебе сколько раз даже, Илья, говорила. Я люблю этого человека. Ну, любовь, Женя. Вы знаете, что такое любовь? Понимаю, Илья. Я готов идти на всё, что угодно. Есть чувства. У меня люди, мои взрослые. Я не знаю. У меня... У моего друга сегодня день рождения. Так же, как у меня. Женьки там... Я его поздравляю с днём рождения. Я его люблю очень сильно. Но мне ребята говорят, Илюх, почему ты не... Ты не такой, как... Почему ты приехал туда и стал сам не своим? Я говорю, потому что я люблю этого человека. Так вот. Я не могу делать то, что я хочу. Понимаешь, что? Ну, вот сколько раз ты, допустим, её шлёпнул, толкнул, что-то ещё. Понимаешь, что? Вот эта любовь твоя, да, которая унижает тебя, надо по-другому, Илюш. Я не знаю, я не имею права тебе советовать. Я не имею права что-то там тебе... Как учить всё. Я так же хочу сейчас пойти и узнать, как с ней. Что с ней? Ну, она же не будет адекватно нести. Я ей объяснил, Саша, хватит. Что я сделал? Что? Видишь, какая любовь бывает? А чё, всё с стаканом дайду? Просто надо быть умным, грамотным, рассуждать правильно и всё, видишь? Да, конечно, здесь кайфу вообще. Для меня здесь каждый день праздник. А я? Да. Симпатию, наверное, вы должны были выразить, а не мы всё-таки. Так что, ну ладно, нормально всё. Я просто человек, честно, не парься даже. Не парься. У меня в интро вчера перепутали с Камилой. С Камилкой? Камилка вообще это солнышко наше. Да, она вообще похожа, кстати. Всё, давайте. Спасибо, что вы приехали. Пока. Давайте. Всего хорошего. Всё, пока. Пока. Что Гузя смогла бы подойти и тормознуть эту ситуацию? Что мог бы подойти и тормознуть эту ситуацию? Но, тем не менее, они выбирают делать друг другу больно. Ситуацию ухудшать только. Да им нравится так жить. Они получают от этого удовольствие. Они сейчас делают друг другу больно, для того, чтобы потом получить приятное. Правильно, я с тобой согласна, только вот в чём момент, что раньше, когда не было камеры у них отношений, я думаю, что кто-то из них в какой-то момент подходил. Коротков ли это, Саша ли это, Гозец, не знаю. А здесь, поскольку давление коллектива, камеры, зрители и так далее, мне кажется, каждый из них встал в позу. Вот, знаешь, вот эта некая гордыня, не гордость как раз, гордыня, которая вот здесь им мешает. Да, это формат. Гордыня, есть игра. Определённая игра, которую они выработали, выезжая за периметр. Для чего-то им здесь нужно находиться. Но они нуждаются друг в друге, и они живут так, как они жили всегда. Ну, я думаю, что на самом деле, как бы ни было, мы темой отличаемся, знаешь, от животных. Что мы можем думать, анализировать всё это, знаешь, и исправлять какие-то ошибки. Да нет у них ошибок, когда они так живут. Ну, тогда, ну, слушай, я далека от мысли, что им нравится вот рыдать, что ему, что ей, постоянно. Ну, слушай, слушай. 그 для чего-то? Сейчас, в общем. Они валялись в моей кровати. Не было такого, когда уходили. Нет, он, скорее всего, сюда спать лег, а его вытащили, наверное. Доверняка. Сто процентов, Саша.